Новосибирск и Москва. Два российских города включены в гастрольный тур 12 виолончелистов Берлинской филармонии. Их выступление часть культурной программы перекрестного года Россия и Германия. Группа виолончели есть в каждом симфоническом оркестре. Но случай, когда виолончелисты стали самостоятельным коллективом оркестром в оркестре, действительно уникальный. Виолончельная дюжина гастролирует по всему миру и везде огромный успех у публики. Концерт в Большом зале Московской консерватории это подтвердил. В Москву они прилетели сразу после Новосибирска. Теперь им не страшны морозы, а главное расстояние, из-за которых чуть было не сорвался этот тур. График их гастролей пугает даже менеджеров. 90 концертов в год в составе Берлинской филармонии и 20 своих. Но именно эти 12 виолончелистов после выступлений в 2008 на фестивале Ростроповича ждала Москва. В Новосибирске было немного прохладно, но прием был очень теплый. Прекрасный зал, акустика, а главное публика. Нас очень полюбили. Теперь на очереди Москва. Руководить такой командой нелегко. Здесь не просто профессионалы экстракласса. Самые виртуозные музыканты Берлинской филармонии. Оркестр решает, кто войдет в эти 12 избранных, затем 2 года испытательного срока. И только потом можно почивать на лаврах. Людвиг Кван здесь 22 года. Негласный хранитель традиций и вдохновитель идей. Мы играем вместе не часто, собираемся, когда не нужны оркестру. Играем то, что не всегда удается в большом оркестре, танго и джаз. Но главное, продолжаем 40-летнюю традицию. Эту программу ансамбль готовил специально для года Россия и Германия. Здесь много немецкой музыки и не только. София Губайдулина год назад специально написала лабиринт. Она живет в Германии и время от времени пишет для этих 12. Отношения здесь не просто профессиональные, дружеские. На своем официальном сайте они пишут путевые заметки. Рассказывают о пропавшем багаже, задержках самолетов, глупых промоутерах. Словом, ничего не держат в себе и умеют над собой посмеяться. Однако это не мешает им на сцене. Аранжировщик или композитор пишет так, чтобы у каждого члена оркестра была возможность выразить себя. Каждый рад за другого, если исполняет соло и в то же время все себя прекрасно чувствуют, если могут сыграть вещь совместно. Эту ансамблевую слаженность отмечают и критики, и зрители. К этим 12 не придерешься. Слишком элегантны, просты и роскошны. Если существует нирвана, то они, безусловно, знают туда путь. Так писала одна из газет после их концерта. Остается только один вопрос. Как Берлинский филармонический решается отпускать этих 12, хоть и ненадолго, но далеко. Елена Ворошилова, Денис Красенков, Новости культуры. Денис Красенков, Новости культуры.